Добрый день, в эфире Явунг ТВ. С нами на связи главный редактор информационно-аналитического издания Ноев Ковчег Григорий Анисунян. Мы говорим, вот такое произошло, как будто там упала какая-то бомба и взорвалась, и мы не ожидали. Мы, наверное, все и в Армении, и в России, вот такой поворот событий для особенно аналитиков, для тех людей, которые владеют информацией, вот это все было не неотканностью, а можно было предсказывать все это. Я считаю, что в первую очередь виновата сама Армения, то есть власти Армении, которые ничего не сделали. И Никол Пашня просто заявил, что Азербайджан это... Арцах это Азербайджан, то есть Нагорный Карабах это Азербайджан. Если так будет продолжаться, и Никол Пашня будет оставаться у власти, Армения может потерять государственность. Почему? Потому что Никол Пашня за эти пять лет столько обещал всем, и в том числе и Азербайджану, и Турции во время этих встреч, что он уже не может отказаться от этих обещаний. А эти обещания, они мусят смертельный характер для Армении. То есть Армения может потерять свое существование. Нужен новый договор с Российской Федерацией, в связи с того, чтобы войти, так сказать, в союзное государство. Союзное государство и добиться того, чтобы на территории Армении было размещено ядерное оружие, так как сегодня размещено оно в Белоруссии. Все знают, что Арцах это буфер, можно сказать, был для Армении. И Арцах брал на себя все те удары, которые могли быть нанесены на Армении. Добрый день, Григорий Юрьевич. Спасибо, что вышли с нами на связь. Добрый день, Заруи. Очень приятно общаться и с вами, и с вашей организацией. Спасибо, Григорий Юрьевич. Накопилось множество вопросов с последней нашей с вами беседы. На сегодняшний день одна из самых актуальных тем, это, конечно, последние трагические события в Арцахе. И вот интересно, как в российской общине восприняли эти события, сдачу Арцаха, переселение населения Арцаха? Ну, вы знаете, не только в России и не только армяне трагически восприняли все эти события, потому что они имеют действительно такой трагический и фон, и суть трагическая. И мне кажется, что общество в России, и армянское общество, и вообще общество России не было готово к такому повару событий. Поэтому это было принято очень тяжело, и до сих пор, до сих пор, и я думаю, что еще долгие месяцы, а может быть, вот эта рана, она не будет зажива. Но давайте вернемся к истокам всех этих событий. Мы говорим, вот такое произошло, как будто там упала какая-то бомба и взорвалась, и мы не ожидали. Мы, наверное, все и в Армении, и в России, вот такой поворот событий для особенно аналитиков, для тех людей, которые владеют информацией, вот это все было не неопределенностью, а нужно было предсказывать все это. Ну, и все знаем, что в Армении действовало и действует сегодня тысяча общественных организаций с западным финансированием. И в результате этого произошла вот эта так называемая цветная революция, когда вектор, политический вектор Армении сменился в сторону запада, и Армения стала таким, можно сказать, флюпером, который при вот этом дуновении ветра, в слабом дуновении ветра повернулась Армения в сторону запада и поворачивается. И процесс еще происходит, окончательно не произошел. И если это произойдет окончательно, то Армению, конечно, ждут очень непредсказуемые последствия. Об этом и говорят, и знают. И я думаю, что все жители Армении об этом знают. Но почему-то я чувствую какое-то безразличие. Вот это безразличие, оно, я имею в виду среди населения, это безразличие, оно очень-очень опасно. И в общественных кругах России, вот возвращаясь к вашему вопросу, это воспринимается как, ну, тяжело воспринимается. Все этим, многие мне говорят, что не могу ночью спать, вспомнить, думаю об этом. То есть, обеспокоены этим фактом. Вот так я могу ответить на ваш вопрос. И хочу добавить к этому, что Армения обращалась в ООН несколько раз. И ООН действительно прибыла. Но прибыли тогда, когда в Арцахе не осталось практически армян. И причем сделали, так сказать, свое резюме, резолюцию. Все там в рамках закона, в рамках справедливости. Там ничего не происходит. Можно подумать, что там не было ни жертв, ни насилия. Ничего не было. Просто все произошло так, как должно произойти. То есть, все довольны, весь мир доволен. С одной стороны, это непонятно. С другой стороны, понятно одно, что Армения и Арцах, вообще финанский народ, совершенно не интересует все мировое содружество, если можно его так назвать. Армения обвиняет Россию в сдаче Карабаха. Также говорит о недееспособности российских миротворцев, неэффективности ОДКБ. Как вот эти заявления воспринялись в российском сообществе, в армянской общине? Давайте вернемся опять к истории вопроса. К ОДКБ. Обвиняют ОДКБ и так далее. Давайте вспомним 2018 год, когда к власти пришел Никол Пашинян. И первое, что он сделал, он завел уголовное дело на председателя ОДКБ, который был от Армении, Юрий Хачаторов. И, значит, Юрий Хачаторов был отозван, и тем самым имидж ОДКБ в мире резко упал. Члены ОДКБ восприняли это очень негативно, и, соответственно, вели себя не так же, как повела себя Армения в данном случае. И после этого обвинять ОДКБ в том, что ОДКБ ничего не делает и так далее, это просто неправильно. Это первое. Второе. Армения не обращалась к ОДКБ в связи с последними событиями в Армении, когда в прошлом году азербайджанские войска нарушили границу Армении, и до сегодняшнего дня они находятся в районе Джермука, и там пост соорудили и так далее. И во время событий, вот этих последних событий, тоже не обращались к ОДКБ. То есть и обращений не было. О каком обвинении может идти речь? Это первое, да, то, что касается ОДКБ. То, что касается миссии миротворцев, я не хочу оправдывать. Здесь, конечно, есть и такая слабая реакция миротворцев, это однозначно видно. Но чем это связано? Почему это так? Могли ли миротворцы противопоставить себя, то есть там пара тысяч военнослужащих, противопоставить себя 60-тысячной армии, если начались военные действия? Это первое. Второе, Россия не желает и, наверное, не может сегодня начинать открывать свой второй фронт на Южном Кавказе. И это исходит из интересов самой России. Нужно это понимать, наверное. И здесь нужны быть дипломатические, наверное, какие-то шаги, которые предлагала Россия и которые Армения все время, так сказать, отрицала. Но я могу возвратиться опять к тем условиям, которые предлагал министр иностранники Лавров и так далее. И почему-то все это привело к тому, что Россия виновата. Я считаю, что в первую очередь виновата сама Армения, то есть власти Армении, которые ничего не сделали. А Никол Пашминя просто заявил, что Азербайджан это... Арцах это Азербайджан. То есть Нагорный Карабах это Азербайджан. Мы все это знаем. Причем это он заявил не один раз. Он заявлял об этом и в Праге год там назад. И заявил это Брюстель. После этого руки России были связаны. И президент России заявил, что если Армения сама отказывается от Арцаха, от Карабаха, что мы можем сделать? То есть наши руки связаны с Казахом и Россией. Но не надо было, наверное, давать вот этот вот. И тогда, может быть, эти обвинения имели бы под собой какой-то смысл. Вот я так могу только сказать. А БОДКБ сказали... Как Армянская община, вы сказали, да? Реагирует на это. По-разному реагирует. Община это люди. Каждый человек имеет свое мнение. Кто-то, может быть, и согласен с этим обвинением. Правда, их очень мало. А в основном, ты говоришь, что думают, как я, представлено, основная, основная масса. Вот так. События в Арцахе вызвали протестные настроения среди населения Армении. Люди вышли на митинги, на демонстрации. Однако действия оппозиции, которая возглавила это движение, опять они не привели к смещению действующей власти. На ваш взгляд, вообще, в Армении есть оппозиция? Вот интересен именно взгляд с российской стороны. Что тут происходит? Ну, начну отвечать с последнего вопроса. Безусловно, оппозиция есть в Армении. Но, будем так говорить, сколько разных организаций. Вот каждая организация, оппозиционная, я имею в виду, она имеет свою точку зрения, свое направление, свое видение решения ситуации. Хотя все они за то, чтобы Никол Пашнян подал в отставку, но они между собой никак не сотрудничают. Я имел возможность практически общаться со всеми лидерами оппозиции или с представителями оппозиции, или с лидерами. И каждый отрицает позицию другой оппозиции, то есть с соседней оппозиции, то есть с той оппозиции, которая параллельно действует. То есть нет совместного, нет совместных действий, и эти действия, они, вот эти действия в разных направлениях, как говорится, приводят к тому, что результата нет. Это как у Крылова. Лебедь Ракичника. Каждый ведет в своем направлении, и никакого результата нет. Так что здесь тоже являться нечем, и, наверное, это настолько очевидно, что это видна из Маска. Мне кажется, что для того, чтобы сделать результат, какого-то результата, в первую очередь, в первую очередь оппозиция должна быть, значит, единой. Иначе ничего не получится. И сегодня, и завтра, и после. А я бы посоветовал просто нынешней власти Николу Пашиняну просто мирно написать заявление об уходе. И это заявление, оно будет, наверное, сам предправить и дать возможность армянскому народу решать дальнейшую судьбу Армении. Потому что если так будет продолжаться и Николу Пашиняну будет оставаться у власти, Армения может потерять государственность. Почему? Потому что Николу Пашиняну за эти пять лет столько обещал всем, в том числе и Азербайджану, и Турции во время этих встреч, что он уже не может отказаться от этих обещаний. А эти обещания, они носят смертельный характер для Армении. То есть Армения может потерять свое существование. Поэтому здесь однозначно Николу Пашиняну должен это понимать, что он пять лет в политике и должен по добру, по здорову просто уйти. Ну, я вот так вижу ситуацию. А дальше от этих обещаний. Конечно, есть у меня и своя точка зрения, что надо делать дальше. А дальше нужно сразу на следующий день, после отстава Николы Пашиняна, нужен новый договор с Российской Федерацией, вплоть до того, чтобы войти, так сказать, в союзное государство. В союзное государство и добиться того, чтобы на территории Армении было размещено ядерное оружие. Так как сегодня размещено оно в Белоруссии. Ну, пусть попробует кто-то сейчас на Белоруссию, там, покуситься над Белоруссией. Пусть попробует. Там стоит ядерное оружие, размещено. То же самое нужно сделать с Арменией. И тогда ни Турция, ни Азербайджан, ни Пакистан, который не имеет до сих пор дипломатических отношений с Арменией, никто не сможет косо даже посмотреть в сторону Армении. Это вот моя точка зрения. Ну, вы описали такой сценарий, которого не придерживаются сегодняшние власти. Наоборот, как вы уже отметили, Армения разворачивается в сторону Запада. И вот некоторые эксперты говорят, что она, возможно, уже развернулась. Если вот так вот пойдет, как вот сейчас вот этот курс, который держит власти Армении, видите ли, возможно, что Россия уйдет из региона, заберет свои военные базы, пограничников? Я не думаю, что Россия так вот сразу обидится и уйдет. У России есть свои интересы на южном направлении. И просто так уйти, это, не знаю, Никол Кашинян и его окружение, это не Армения. Армения, это всего лишь временная, так сказать, администрация. Некоторые заявляют, да, политикой. Это временные люди. Они не имеют права высказываться от имени армянского народа. Тем более, армянский народ, это не только те, кто проживают сегодня, те 3 миллиона, которые проживают в Армении. Армянский народ, это те, кто проживает и в России, и в США, и во Франции. И в этом вопросе, по-моему, вот эти основные диаспоры, большие диаспоры, они едины в этом вопросе. И даже в США, и во Франции армяне видят, ну, насколько я общался, видят, значит, Армению в союзе с Россией. Уже не говоря о российских армянах. Так что здесь, я не думаю, что Россия так вот возьмет и обидится, и уйдет. Я так не думаю. Ну, армянские власти всячески как раз обижают, так сказать, накаляют отношения. И у населения Армении тоже уже какие-то впоследствии вот этих сбросов информационных настроений, какие-то антироссийские стали распространяться. Вот последние на днях буквально уже ратифицировали римский статут в Армении, что тоже является очередным недружественным шагом в сторону России. В чем его реальный смысл, на ваш взгляд? Вот власти заявляют, что смысл в том, чтобы начать процесс привлечения Алиева к ответственности. Ну, а насколько это на практике осуществимо? И есть ли вероятность, что в Армении могут арестовать Владимира Путина? Ну, опять с последнего вопроса начну. Это смешно. Отчет ареста Владимира. Во-первых, Владимира Владимировича Путина надо сильно попросить, чтобы он приехал в Армению. Особенно сегодня. Это первое. Второе. Ну, власти Армении заявляли о том, что даже при том, что мы подпишем римский статут, речь о аресте президента России не может быть и речи. То есть, это абсурд. То есть, с одной стороны подписывают, с другой стороны заявляют, что ни о каком аресте не может быть и речи. Но здесь, опять-таки, проявляется вот эта, может быть, некомпетентность, скорее всего, что вот этот римский статут был подписан. Это, скорее всего, не компетентность. И что дает Армении? Ничего. Ничего. Вот я даже имею такие, значит, сообщения, когда люди в Армении общаются друг с другом, даже звонят, говорят, знаете, римский статут, значит, мы в Италию сможем летать без визово. То есть, если будет там Вашингтонский статут, значит, и в США можно. Если будет там Сиднейский статут, значит, и в Австралию можно. То есть, вот на таком уровне проходит вот это все. То есть, люди в Армении, они очень далеки от реальной политики, они не понимают, народ не понимает, что это значит. Если бы народу, может быть, нужно объяснить, может быть, та же оппозиция работает слабо, не объясняя народу, что вот это, вот эти глупые высказывания, а эти глупые высказывания делают обычные люди. И причем в массу своей. Они так думают. И здесь, конечно, есть вина и оппозиция, которая не работает. Если работой, то очень слабо. Есть оппозиционные каналы, есть множество других средств массовой информации, через которые можно все-таки населению объяснить, что такое римский статут и для чего он нужен или не нужен Армении. Так что это очередная глупость или может быть опять какой-то римский ход. Все, здесь, больше ничего в этом. А Россия действительно предупреждала Армении, что при подписании будут какие-то негативные явления. Но эти негативные явления мы можем уже наблюдать. На верхнем Ларсе 60 фур стоят с армянским капитиком и проверяются на качество. они уже там еще две недели стоят. Это только начало. Я уже не говорю о том, что тут пойти и другие необъятные санкции и недружные. И Армения может быть записана в нетружественные страны. И это будет очень обидно. Потому что народ арменический дружественный к России и остается таким. опять таки все идет к тому, что нужно подавать заявление на уход. Я имею ввиду руководителя Армении. То есть все идет к тому. Когда это произойдет не знают, но как только это произойдет можно уже говорить о каких-то положительных подушках. До этого ничего положительного ни я, ни российская общественность, армянская общественность, да и российская самообщественность, не будет видеть никакого армянского российского не только в российско-армянских отношениях, но и в будущем армян. В чем я очень сожжен, я все-таки вид армян небольшим, просветающим. Говоря о настроениях населения и возвращаясь к вопросу Арцаха, у некоторой части населения было такое представление, что вопрос Арцаха мешает развиваться Армении. Арцах сдали. Что дальше? Как виделось решение этого вопроса из-за российской стороны, армянское сообщество? Как видела? Арцах вы знаете, я не встречал во всяком случае в России хоть одного человека, армянина. Здесь более двух с половиной миллионов армян проживает, и я многих знаю. Я ни одного не встречал, который бы сказал то, о чем вы сказали, что Арцах мешает развитию Армении или какой-то тормоза. Наоборот, все знают, что Арцах это буфер, можно сказать, был для Армении, и Арцах брал на себя все те удары, которые могли быть нанесены на Армению. И практика доказала это, то есть последующие события это показали. И сегодня Армения осталась голой. То пожалуйста заходи, забирай, что хочешь. Я так вижу Армению сегодня. И пожалуйста, вот эти блокпосты и так далее, которые есть уже и на севере Армении, и в Дзермуке, и на юге, они доказывают то, что с захватом Арцаха Азербайджан при поддержке Турции не остановится. И все это знают, что следующий, все знают, молчат, я имею ввиду в Армении, что следующий, следующий пункт агрессии это Сюни. Это совершенно не секрет, и я не первый, не последний, который об этом говорит в эфире. Об этом говорят сами азербайджанцы и турки, их руководители, я имею ввиду. Они не скрывают своих агрессивных планов. Так что давайте тогда что-то делать, а не сидеть и просто ждать, пока произойдет то, что должно произойти. Понятно. Известно, что в Армению за последние дни уже переселилось около 100 тысяч жителей Арцаха. Это очень большое количество, и все армяне со всего мира помогают по мере возможностей. Интересно, как поддерживает армянская община в России арцахцев? Какие-то мероприятия может быть проводятся? Какая-то помощь отправляется? Заруя, знаете, я сам интересовался этим. Значит, доверие к армянским организациям, которые находятся в Армении, фондам там разных и так далее, сильно подорвано. Поэтому вот через какие-то фонды и организации никакой помощи нет. Если она есть, то она мне неизвестна. Но есть конкретно люди, которые именно по имену помогают у каждого арцахского жителя и есть родственник, друг, знакомый в России. И вот эта точечная помощь, она производится, и я знаю, десятки, а может быть, сотни случаев, когда это происходит. помощь разная, это может быть финансовая. Некоторые уже есть люди, которые приехали в Россию, нашли здесь кровь у своих друзей или родных. Это есть. А вот более организованно, я бы сказал, что действует ростовская армянская община, они более организованно действуют. Здесь есть общественная организация, но Ахичев, который имеет филиал в Армении. Вот они уже действуют более организованно, то есть через этот филиал и вместе с в данном случае этот филиал там расположен. Они помогают беженцам и пересидентам из Арцаха. Ну в чем это? Например, вот я буквально знаю об этом, ну как средство массовой информации нам высылают информацию на счет. Вот 2000 комплектов школьных принадлежностей значит из Ростова были отправлены в Сюник и отправлять это в процессе. Не все дошло, но это в процессе. То есть школьные будут обеспечены всеми школьными принадлежностями, потому что они все оставили там, они буквально выехали и может быть самое последнее захватили какую-то одежду и все. А вот школьных принадлежностей нет. они они уже должны идти должны в школу. это раз. Дальше продукты питания. Продукты питания сложнее, потому что собирают в Ростове фуры, машины и отправляются тоже в Армению, в частности опять в Сюни. в этом конечно нужна чтобы вот это все работало. Здесь нужна поддержка правительства, но которой пока нет, правительства Армении. Почему? Потому что загрузили гречку или какой-то другой продукт и с гречкой и так далее. Значит на границе просят какой-то сертификат. Эти сертификаты потребуются время для того, чтобы эти сертификаты получили. Для этого нужен месяц, два и так далее. А если правительство умеет включиться в этот процесс, то это может быть пройдет более быстро и эффективно. Ну и вот такие трудности возникают. И дальше ну и конечно деньги средства собираются. Я имею ввиду опять-таки раскопка общин по Нахачавану, которые собирают деньги средства и высылают. Они высылают своей организации, они им доверяют это своя дочерняя организация, которой доверяют, а там уже эти денежные средства распределяются среди беженцев. Вот такой механизм работает. Оба остальных механизма, может быть, они есть. Я не знаю, просто сообщение мало. Все остальные механизмы работают точечно. То есть конкретные люди конкретным беженцам помогают. Это есть. Я думаю, что этот процесс, он длительный, процесс помощи. Наступает зима, и люди, если могли оставаться под открытым мехом, всем нужна крыша над головой. И, наверное, нужны более радикальные помощи со стороны наших соотечественников, в частности, израста. Григорий Юрьевич, большое вам спасибо, что выделили время, и спасибо за интересную беседу. Спасибо вам. Держитесь. Я думаю, что все-таки арганский народ это народ не только труженик, но и народ, который может организовать свое правильное будущее. надеюсь на то, что в ближайшие месяцы все-таки ситуация изменится, и народ все-таки вздохнет и сможет найти правильный путь, который приведет Армению в безопасное состояние. Хотя бы так. Будем надеяться, что общественность и власти прислушаются к тем советам и к тому, что вы сегодня сказали. Будем надеяться на лучшее. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова